Занимайтесь. Давайте я расскажу, чем мы должны были заниматься. У нас два акции вопроса. Первый – это, собственно, материальное уравнение. И как разные материальные тензоры друг с другом связаны. Вот это вопрос, которым мы пытались заниматься. Я даже предпринимал такие кропкие попытки задать задания на этот счет. Да, много было. Я бы не замечал, как я понимаю. Но я это все спрошу. Как разные тензоры между собой связаны. Там очень много интересных моментов, на которые вы сейчас уже можете обратить внимание. Тогда, может, я на этом не задумывался. Об этом не задумывался. Например, как тензор проводимости. А если мы записываем, допустим, ВЕД или что то же самое ВЕХД тогда, когда нет магнитной поляризации. Когда эти две совпадают просто, тогда только одно диэлектрическое проницаемое сенсорное. Тут, значит, уравнение D, D, D от Y. Материальный тензор здесь Epsilon, E, который обеспечивает эту связь. А здесь Сигма и E. Вообще говоря, при наличии пространственной временной дисперсии то и другое зависит от частоты. От частоты и от лунного метра. Эпсона и E от K Омега. Сигма и E от K Омега. Но давайте посмотрим, как они между собой связаны. Вот если написать Epsilon и E от K Омега, получится у вас вот этот D и E. Сигма и E от K Омега. Ну вот любопытные вещи какие. Что казалось бы, временная дисперсия у нас и пространственная связана с тем, что материальные тензоры зависят от K и от Омега, как мы говорили. Но вот даже тогда, когда вот этот тензор не зависит от K Омега, и, казалось бы, нет пространственной временной дисперсии в среде, зато Epsilon появляется зависимость от Омега. Вот здесь. Не за счет того, что мы здесь относимся, сидим, а за счет вот этого. Ну и вот такого типа вещь есть и в других местах. Я поэтому не зря просил написать разные формулы, связывающие разные тензоры друг с другом. Например, вот возьмем формулы В и Е. Здесь два тензора. Epsilon и Й, которые описывают электрическую поляризацию, и тензор, описывающий магнитную поляризацию. А вот, скажем, в этой формулы один тензор, он все включает. Вот включать должен электрическую магнитную поляризацию. Поэтому этот тензор должен выражаться через вот эти два. Но выразиться он не так просто. Вот, скажем, магнитная поляризацию найдет в те слагаемые в этом, которые зависят от К. То есть, как оказалось бы, от пространственной дисперсии. Так что вот на это я и хотел обратить внимание, что первое, что, во-первых, одни через другие выражаются действительно, а второе, что вот в одном тензоре, значит, пространственной дисперсии может как бы проявиться, или в зависимости от как, проявиться тогда, когда, если описывает середус с помощью другого тензора, ее, вроде бы, как бы нет. Ну, и это связано с тем, что так, так сказать, эти величины просто получились. Скажем, вот то, что связано с магнитной поляризацией, плотностью тока, мы видим, что заключено, это ДППДТ, диактор электрической поляризации, плюс С, вот оно. Я думаю, что это производный по координатам всегда будут вырезать в степени К. Будет вырезать вот это, как у новой вершины, здесь, в чистом виде, а не через магнитную поляризацию. Поэтому связано не так просто. Я говорю это все для того, чтобы все-таки разные други, друг через друга, так и слилось. Хотя бы за каких-то простых случаев. И когда я говорю на лекции про то, что вот я для примера рассматриваю εй от К омега, и все эти слова можно приговорить для других материальных уравнений, для других материальных, так называемых, то тут надо, значит, этот момент учитывать, что один материальный тензор, например, ε и Ё, это К омега, вот этот. Он может содержать зависимость от К омега, не только через вот эти материальные тензоры, но еще вот в виде некоторых кнопок, вот здесь вот Омега, Омега, К. Ну а вот здесь, если эту связать с магнитной коррелизацией, то всегда появится хапа, между прочим, вот здесь уже всегда появится омега еще. Если выразить через это слагаемое, через электрическую паницию через взвода в проводимости, то оно будет входить обязательно в С омега, в промышлобное взводное управление на стене. Так что вот эти вот нюансы разные нужно иметь в виду. Это первое, что мы рассматривали. Второе, что мы рассматривали. Мы рассматривали простые модели материальных сред и вычисления Эпсула на Омега в этих средах. Так, в частности, мы рассматривали. И, значит, рассмотрение нормальных волн в таких средах. Вот электронагнитный волн в таких средах. Правда, про волны я в основном повезу не домой за главу. Так, посмотрите. Вот давайте, поскольку все равно контрольную работу вам писать скоро придется на этот счет, вот давайте мы коротко повторим, как нужно вычислять Эпсула на Омега в конкретных моделях в средах. Еще раз напишем эти выражения. Еще раз нормальные волны вспомните. И там... Значит, последнее задание, которое... Что это? То есть, не нашло? Да. Волны неполярные, диалектики. Диалектики, да, и все. Проводящая среда с мобильным полем. А, еще проводящая среда... А, ну вот. Значит, мы сейчас эти дети... Тогда еще и беспределим. Значит, первое. Для того, чтобы вычислить Эпсула на Омега, то, что у нас постоянно фигурирует, во-первых, что это такое? Это то, что стоит в интерьеральном воздействии. Вот у Е-компонента этой штуки, это и есть Эпсула на Омега. То есть Эпсула на Омега, то есть Эпсула на Омега. Как ее вычислить? Вот из этого выражения прямо видно, как ее нужно вычислить. Мы видим, что если взять периодическое поле частоты Омега, то есть вот такой, ну, скажем, Е0 на Е в степени минусе Омега, то есть периодический поле частоты Омега и сюда подставить, то индукция, чтобы он понял, это и будет Эпсула на Омега на Е, то есть вот это равенство, если не смеется вот этому. То есть вот эта штука, это и есть диэлектрическая проницаемость по отношению к периодическому поле частоты Омега. Вот чаще всего мы с ней делаем ими. Для того, чтобы вычислить, вы должны что это делать? Вычислить или измерить. Вы должны вашу систему поместить в периодическом поле частоты Омега и рассчитать или измерить этот индуктор. Если вы хотите экспериментально найти Эпсула на Омега, вы должны просто вашу систему поместить в переменный поле частоты Омега и для индукции. То есть цель пропорциональности между индукцией поля это индукция поля. Если вы хотите теоретически рассчитать, то тогда вы вашу модель среды должны поместить в это поле, рассчитать индукцию, и все, и если индукция поля будет в Эпсула на Омега. Вот и все. Теперь, вот мы с вами теоретически рассчитываем, так что нам нужна модель среды. То есть то, что мы будем в это поле помещать. Модель среды из чего состоит? Мы должны знать просто из каких частиц состоит среда, по каким законам это движется, и как находить макроскопические величины. Макроскопические поля, визуемость, вектор электрической поляризации, и все. Если у нас вот эти три момента есть, то мы все можем сделать. Первая модель, которую мы рассматриваем, проводящая среда, просто, самая простая модель, проводящая среда. Должны быть, у нас среда проводящая, должны быть свободные носители заряда. Ну, если там речь идет о металлах, или, допустим, о плазме, это электроны, ну и в плазме еще ионы движутся, а в металле, скажем, ионы оплазуют решетки. Но раз нас интересует поведение в переменном поле, то в переменном поле, конечно, прежде всего реагируют на него, конечно, легкие частицы. Тяжелые они тоже реагируют, но они получают меньшее ускорение, меньшее смещение за время изменения поля. То есть они вклад меньше дают. Поэтому мы в тяжелые частицы заменили, значит, просто положительным фоном, вообще пренебреглим движением. Они нужны просто для того, чтобы система в целом была нейтральна, так, а, значит, реакции среды напора фактически обеспечивают электронную герметичность. Поэтому вот система состоит у нас из электронов и ионов. Ионы могут быть свободные в плазме, или решетку образуют, если металлы, полупроводники. Дальше. Законы, по которым движутся. Электроны движутся, ионы вообще не движутся при недвиженном движении, поскольку они тяжелые. Какие уравнения описывает движение этих легких электронов? Ну, для простоты мы взяли вообще второй закон. Считаем, что они все одинаковые, движутся независимо, и, значит, движение описывается, скорее, в законе. Вот для того, чтобы учесть самый главный момент, что они действительно свободно движутся, ну, вот это и написано. Там дальше можно модель совершенствовать, заменять, там, уравнения движения, на более сложные. Но главный момент, собственно, подъехать к этому, что случилось. То есть, мы пишем уравнение движения, движение движения, движение движения, в очереди, но кровь и поля на них ничего не действует. Здесь, только с собой со стороны и химического. Вот и все. Так что мы можем рассчитать смещение частиц в поле. Когда дипольный момент, приобретаемый одной частицей, это заряд частицы, на смещение поля, то, которое пропорционно на этом поле, значит, дипольный момент единицы объема, это дипольный момент, приобретаемый одной частицей, она концентрация частиц, простой, вот и все. Теперь, вот этот дипольный момент единицы объема, это на самом деле есть тот самый детский электрической канализации, через который индукция выражается оттенция, то есть 4 дипольного. Так что, ну, вот если мы этот дипольный момент единицы объема нашли, то мы тем самым нашли единицы. Если взять вот это поле периодически вот таким, мы, соответственно, идем индукцию в этом периодическом поле. Мы с вами нашли такую модель, да? Что там получилось? Мы получили, что вот эта индукция. Ну, давайте еще раз один. Давайте, значит, раз двумя точками равную е на е0 в степени минус р в степени ну, как хотите, можем взять два раза проинтегрировать. Нас интересует та часть решения, которая пропорционовна поле. Вот два раза здесь интегрируем, будем иметь р равно минус е на омегу квадрат е0 е в степени минус р в степени вот это поле, в которое мы систему помещали, е в омегу квадрат вот смещение частиц в поле. Дипольный момент одной частицы это е на вот это р значит, это будет минус е квадрат на n амегу квадрат здесь вот это есть амегу квадрат полный дипольный момент единицы объема надо умножить на р это будет n на п дипольный момент в периодическом поле чистоты амегу так тогда d в периодическом поле чистоты амегу это будет ч это будет само это поле плюс 4π в амегу подставляем полный дипольный момент ну вот здесь вот стоите вот здесь я ее вынесу и останется так говоря единица единица минус 4π n е квадрат на m амегу квадрат е амегу вот диалектирический проницаем в периодическом поле это то, что стоит в периодическом поле это вот это это так что вот в такой простой модели проводящей среды единица минус разница таких штуков как мы это означает предпишем как омега pf квадрат омега pf квадрат амега 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 вот электрическая проницаемость в периодическом поле чистоты амега проводящей среды типа плазмы или металла амега вот такой простой момент когда частицы движутся совершенно свободно на фоне положительного заряда чтобы система в целом была нейтральной и все дальше если учитывать так сказать как бы то что частицы движутся не свободно а сталкиваются между собой там с ионами сталкиваются или с решеткой или с колебанием с решеткой то это тоже можно учесть в этой модели просто смоделировав эти столкновения просто эффективной силой трения которые приносит свободному движению для этого можно взять и ввести вот в уравнение движения вот в обалдительную силу трения написать для нее самый простой вид относительно небольших старостях это всего трения пропорционально скорости и направленную против скорости поэтому поставим знак минус напишем коэффициент трения а здесь напишем вот этим самым мы смоделировали столкновение введя силу трения введя по параметру коэффициент трения хотя он физически понимаем что он связан с какими-то столкновениями препятствуют свободному движению поэтому по происхождению своим связан со столкновением но мы учли его введением эффективной силы трения к чему это приведет ну если все то же самое проделать вычислить то получится выражение в котором вузы омега квадрат омега а здесь будет ну вот величина это деление на что-то и это мы тоже с вами получили первое что диэлектрическая пронесаемость стала комплексной ее отличная от нуля мнимая часть ну а мы видели что мнимая часть как раз определяет поглощение электромагнитной энергии в таких изотропных средах без пространственной дисперсии поглощение энергии определяется просто мнимой частью диэлектрической пронесаемости более сложных это сводится к антиэрмитовой части электрической проницаемости ну а если среза изотропная то есть диагональная если нет пространственной дисперсии то на диагональной одинаковые элементы как мы сегодня видели все тогда получается что эта штука должна быть отличная мнимая часть чтобы было поглощение энергии раз мы учли вот такой процесс столкновений то тогда ясно поглощение энергии должно быть потому что столкновение это и есть тот механизм который к этим поглощения привод частицы приобрели энергию столкнулись и отдали ее в энергохеотическое движение она назад не вернется так что вот так и получилось и вот эта мнимая часть если ее отсюда выделить в чистом виде то есть записать это как епсилон штрих плюс епсилон два штриха то вот это епсилон два штриха будет сопарционально вот этой штуки то есть столкновение будет пропорционально то тому механизму который к этому и приводит легко можете вычислить все это описать все так формы дальше второе вот эта величина имеет размерность чистоты через квадрат чистоты чистота это здесь тоже должна быть тогда чистота чистота это чистота которая связана с нашей силой трения сила трения это то с чем мы смоделировали столкновение со столкновением чистота связана одна это чистота столкновения поэтому наша вот формула она так сказать как бы по содержанию своему больше чем мы в эту модель заложили мы заложили силу трения а формуле возникла величина которая имеет смысл чистоты чистоты приводящие к этому приводящие к этому штриху так что вот что возникает ну Теперь можно учесть движение ионов. Добавить, что движется еще. Когда у вас вот этот вектор электрической пуляризации будет содержать два квадрата, от электронов и от ионов. Для электронов у нас все написано, для ионов тоже можно написать, там масса другая, в их центре заряд тоже другой может быть, в их центре рения тоже может быть другой, если там есть столкновение. И получить формулу с учетом движения ионов. Более того, легко потом будет увидеть, какой параметр. Параметр, конечно, будет проводиться на отношении массы. Движение ионов будет давать вклад в профессиональный M на 3DM, это масса электрона, а это масса ИН. Поскольку это, как минимум, одна-двухтысячная практически, то задачи этим можно пренебрить. Хотя есть как раз эффекты, которые целиком обусловлены тем, что движется и та и другая система. Причем эффекты, значит, ну... Понять тоже можно, какие. На самом деле, к заряженной системе, если вы пытаетесь привести ее в движение, возникает всегда заряд. И вот это разделение зарядов, оно всегда, так сказать, создать заряд всегда тяжело. С этим большая энергия всегда связана. Так? Поэтому колебания какие-то, если могут быть такой системы, то они начинаются с такого-то достаточно большого параметра. Если же движется и та и другая система, причем одна легкая электронная, а вторая тяжелая, то пытаетесь тяжелую сместить куда-то. Возникает вроде бы заряд сразу, но легкий сразу этот заряд экранирует практически. И получается, как бы, смещение такого почти нейтральных системы, нейтральных таких образований ионов, экранированных электронов. И поэтому можно получить колебания или возбуждения такие, которые начинаются с низкой энергии, с нулевой, почти нейтральной. Как колебания в нейтральной системе, как звук в нейтральной системе. Вот такие возбуждения в системах из двух сортов частиц, тяжелых и легких, они действительно существуют, обнаружены. Плазми и металл, они называются акустическими плазмонами. Так, теперь нормальные волны в такой среде. Давайте, чтобы закончить. Все нормальные волны. Ну, хорошо определенные нормальные волны, не затухающие, так сказать. Возникает тогда, когда у нас столкновение роли не играет, конечно. Когда, скажем, частоты большие достаточно, так, чтобы вот этим можно было пренебречь по сравнению с вот этим. То есть, частоты намного больше частоты столкновения. Тогда этим можно пренебречь. Электрическая проницаемость, возможно, может быть, для таких возбуждений. Вот. Ну, а дальше что? Мы нормальные волны рассматривали, да, там, в такой системе? Писали уравнения какие-то, да? Все. На самом деле, только что на лекциях мы рассматривали нормальные волны. Мы получили вот эти уравнения, которые описывают нормальные волны во всех случаях. Так. Можно с помощью этих уравнений решать. Дальше. Дальше мы рассмотрели частный случай изотропной и геротропной среды. У нас вот как раз пример изотропной и геротропной среды, да еще без пространственной дисперсии. Тогда что, значит, согласно тому, что на лекции только что мы сказали? В изотропной и геротропной среде мы говорили, что, значит, волны делятся на продольные и поперечные, и получили для них дисперсионные уравнения, да? Давайте вот привяжем то, что мы там делали, на упражнения к тому, что мы сегодня сделали. Там мы получали, что волны делятся на продольные и поперечные, дисперсионные уравнения просто. 1,2,1,4,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0. Вот у нас вот. У нас ситуация такая. У нас среда беспространственной дисперсии, а беспространственной дисперсии вот эти должны совпадать друг с другом, как мы видим. Так что в среде беспространственной дисперсии Эпсилон и Й в изотропной среде от Омега должно равняться Эпсилон от Омега, Дельта и Й. И всё. То есть вот у нас остаётся только вот эта величина на диагонали. И она равна и вот и продомной, и поперечной диэлектрической провинциальности равной вот этой величине. В нашем случае проводящей среды. Вот он. Дисперсионное уравнение для Волоков. Какие получатся? Для продомных Волоков. Единица вот эта. Единица минус Омега В квадрате на Омега В квадрате. И решение сразу Омега В квадрате. Омега В. Вот это для продомных Волоков. Закон дисперсии получится как-то. А для поперечных Волоков минус К квадрат плюс Омега В квадрате на Омега В квадрате равно 0. Ну отсюда закон дисперсии, который получится, будет там вот. Омега В квадрате. Омега В квадрате. Так. Вот. Ну и что, скажем. Мы это и получали слог? У меня что-то знакомое. Где? Ну вот где мы? Мы там на упражнение задачу решали? Да, да. Получали. Вот это получали. Так. Вот это что такое? Это продольные волны. Да. Мы говорили, что продольные волны, как волны, переносящие энергию, существуют только тогда, когда пространственный дисперс есть. Тогда будет Омега, зависящая от К. И Д Омега по ДК, то есть круповая скорость, будет отлично. Ужар, они будут переносить энергию и все. Если пространственной дисперсии нет, а у нас именно так, такая ситуация, то тогда решение может быть. Оно такое, что энергии с ним никакой не переносится. Д Омега по ДК равно 0. Круповая скорость равно 0. Чему это соответствует вот это решение? Стащи. Востоящая волна. Чему? Востоящая волна. Да нет. Ну, это не совсем. И можно, как и у нас не совсем стоящая волна. У нас вот положительный фон, на котором бегают электроны. Вот это вот решение у нас как раз для такой модели. Это положительный фон бегают электроны. Если вот все эти электроны сдвинутся, здесь будет минус, здесь будет плюс, но он. Отпустите, это все будет, значит, стремится вернуться сюда за счет инерции, проскочит, становятся вот такие плазменные колебания, так называемые. Вот они. Это и есть вот эти однородные плазменные колебания, которые происходят вот с этой частотой Омега-П. Омега-П это плазменная частота, так называемые. То, что мы называем Омега-П, это на самом деле плазменная частота, отвечающая вот этим плазменным колебаниям. Вот это, это поперечные волны. Мы с вами в прошлый раз там где-то на упражнениях рассматривали. Вот это К, это Омега, то в вакууме, вот мы говорили, Омега равно КС. А теперь, что при больших К, это действительно КС, а при малых, то Омега, начинается с Омега-П. Вот он, Омега-П. При низких частотах не существует именно из-за чего? Из-за того, что требуется разделить заряд. Возбуждение, которое должно быть, это возбуждение электронной системы на фоне положительного заряда. Должен создать неоднородный электрический заряд. Для этого, на самом деле, при низких частотах, вот сразу нейтрализуется. И вот здесь невозможность создать, то же при больших частотах может быть. Так что существует волна вот с такой дисперсионной кривой, с таким законом дисперсии. Легко посчитать, что разовая скорость больше скорости света, групповая меньше скорости света. У этих волнов все. Вот в этой области не существует волна. Вот эта крива, если что-то изобразить, то она не зависит от того, а вот она, то, что отвечает в ладонную волну. А это то, что поперечный, ну и соответственно, две таких кривых есть. Одна, одной поперечной паблилизацией. Вторая отвечает второй поперечной паблилизацией. Вот то, что мы, так сказать, с вами рассматриваем. Теперь второе, что я хочу сказать. Второе, это мы рассматривали еще неполярный диэлектрик. Да? Неполярный диэлектрик. Это тогда, когда, значит, диэлектрики бывают как бы двух типов. Одни вот полярные, вторые неполярные. Да, в электричестве было бы. Было бы? Возможно, да? Возможно, было бы. Полярные это те, у которых молекулы имеют дипольный момент. И в последствии полярные дипольные моменты просто реагированы хорротически, никакой такой формы. Суммарно дипольный момент не стоит, а теперь там поляризации электрически нет. Если приложить электрическое поле, то дипольные моменты пытаются повернуться по полу. Убрать поле, температура опять их, так сказать, разупорядка. Так что поляризация происходит вот путем поворота этих дипольных моментов, которыми обладают исходной увеличающей частицей. А не полярный диэлектрик, это тот, у которого мельчающие частицы, те же молекулы, так сказать, свободных электронных метров с этой дипольных, то вот эти образования, молекулы назовем их, они дипольным моментом не обладают. Приложили поле, значит, положительные и отрицательные заряды у этих молекул, пытаются стремиться в разные, сместиться в разные ступни. Возникает поляризация. Убрали, все, снова возвращаясь в исходное положение. Вот это неполярный диэлектрик. Вот мы с вами рассматривали самую простую модель неполярного диэлектрик. Тогда под действием поля частицы, этот диэлектрик состоит из чем? Вот из таких молекул, у которых есть ядро и электроны, под действием поля все электроны в одну сторону сместиться, пытаются ионы в другую. Поле переменное в основном движется электроны, когда ионы не успевают сильно сместиться. Поэтому и вклад в дипольный момент мал. Поэтому, значит, пренебрегая движение вот этих ионов или там ядер, значит, смещение будем учитывать только электроны. Поэтому модель простая. Это электроны, которые привязаны к своим каким-то там положениям равновесия. А ядра их просто можно заменить опять положительным фоном, который обеспечивает просто электротранность системы. Электроны же удерживаются в положении равновесия. На самом деле, ванны механически не этими силами, которые удерживают электроны в ад. Ну, нам это не важно, потому что нам не важно, что там выходит. Нам важно, что если мы пытаемся их сместить, они, значит, стремятся вернуться в исходное положение. Вот это мы должны смоделировать. Поэтому электроны не движутся свободно, а привязаны к своим положению равновесия какими-то силами. Которые тоже по происхождению, конечно, механические, электростатические и так далее. Смоделировать это можно просто, введя удерживающую силу. Самую простую, какую может быть ввести. Самая простая удерживающая сила – это упруга и сила. Пропорционально смещение от положения равновесия и направленное от положения равновесия. Ну, как сила удерживающая, допустим, частицу напряжения. Отлично, упруга и сила. Добавим, например, сюда уравнение движения. Изменится что? Изменится вот это уравнение движения. И вот с краном, это смещение. Жадный в центру пропасти и сила. Такая плужинка, которую удерживает каждый электрон, и своего положения равновесия. Вот, вычисляем, когда движение электронов не свободное, вот такое удерживаемое и сила, и все. Что получится? Все можно проделать, у вас получится вот такое выражение. здесь будет стоять минус K на R. Здесь будет стоять. Мы это проделаем. Поэтому я проделать не буду, но результат напишу. K на R появится. K на R, понятно, что такое. По размеру, это квадрат частоты. Какой частоты? K на R, корень квадратный из K на R, K, коэффициент жесткости пружинки, а R – это масса, которая удерживается. Это собственная частота колебаний под действием упругости массы M, под действием упругости силы с коэффициентом упругости K. Вот у вас, допустим, на том-то стержне сидит масса M, которая удерживается пружинкой с коэффициентом упругости K. Выведете ее из положения равновесия, вот она будет колебаться частотой квадратной из K на R. Вот это квадрат, квадрат, собственно, частоты колебаний под действием этой упругости. Вот это пенится, минусы, 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 минусы. Вот, научили то, что электроны есть, но они удерживаются в какой-то силе. По происхождению это, так сказать, какие-то антимеханические силы, которые эту плату не держат, не удерживают электроны и все прочее. У нас возникла вот частота здесь полюбая. Это те частоты, которые ехали в этой электронной платы. Опять вот, несмотря на то, что модель простая, результат, он больше, как больше физический смысл имеет, чем мы заложили в исходную модель, с помощью которой этот результат получил. Но поскольку результат правильный, модель правильно отражала то, что там происходит, то оказалось, что и смысл ее значительно больше, смысл этого результата был больше, чем был в исходную модель заложен. А вот у меня это ноль, это некие частоты, которые откручивают. А это те частоты, которые связаны с содержанием электронных атомов, характерных атомных частот, отвечающих переходам между разными уровнями, разности энергии, деленными постоянными плотами. Так что вот, если есть эти уровни, так сказать, как бы широкие, или есть что-то, что препятствует такому свободному колебанию, кстати, с электронным атомом, например, температура, там, закрывает движение, то здесь нужно учесть просто и поднять эффективную силу трения ввести, и можно получить там добавку. Точно так же, как вот здесь, получим добавку, которая связана с этой эффективной силой трения, не в мега, а здесь будет опять эта, героная на это. Это будет некий частот, связанный с частотами столкновений, электронных атомов, то это с реальными ширинами уровней. Если учитывать то, что там электроны принадлежат к разным уровням, к разным группам, то нужно просто для каждой группы написать такое уравнение со своими частотами и со своими там ширинами уровней, а суммировать по ним получится вообще формула, так сказать, более-менее действительности отвечающая, раз не смотря на вот такие элементарные представления. Так, нормальные волны вот в таком диэлектрике, что получилось для нормальных волнов? Это то, что я просил думать. Мы опять рассматриваем нормальные волны как для случаев, когда они хорошо, когда нет ни в частей, когда не важны сорокновения, так, когда выкинули, когда вот у нас электрическая кондициальность, нормальные волны в таком диэлектрике. Что происходит, скажешь? Так, ну дома-то кто-то что-то получил, зато бесконечное время, которое у нас нет, занятий. Или, так сказать, плохо, что занятий не было, я не напоминал, что скоро будет контроль на руках. Или это все равно не смысл? Сила сложившейся традиции кероприки и кукурса. Я не знаю, как у вас там, например, кероприки, 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 когда вы учили в вашем случае, все проверяли, что мы начали задавать. И вы тогда его делали. Я совершенно сознательно, конечно, не буду это делать, потому что научиться вы должны не только выполнять эту мастерскую задачу, но еще и сами в свое время планируете делать. Я не буду это делать, поскольку, честно говоря, у меня рука не поднимается, поскольку я сам тоже учился. Так, получили, да? Вот такое время. Ну и что из этой формулы? Следует, тут все, в дескейте написал. Евгения Алексеевича, можно вас попросить, скажите, когда контрольные, осудите основные вопросы? А, чтобы... Все, хорошо, да. Скажу, да. Чтобы это, кстати, упорядочить, чтобы стимул был, да? Для выполнения домашних заданий. Просто, чтобы немножко структурировано все было в голове. Хорошо. И вам не вопросы. Так. Просто? Ну ладно, я сейчас попробую сформулировать. Так. Значит, ну, до скин, до скин. Ну, я просто выражение получил. Ну, и что вы, я не прошу, сложно написать все. Я и по простому вопросу задам, если реально. Я, когда учился, я тоже, конечно, я всегда все делал, я всегда там вот все ходил, мягко говоря. Нет, мы все делаем, мы хорошие, просто не всегда все понятно. Да, это нужен тот способ один, заниматься надо. Точно. Заниматься я занимался. В этом смысле я делал больше, чем там нам задавался. Ну, в общем, вот такое выражение получалось. Это для нормальных волн? Да, для нормальных волн в неполярном диаграмме. Ну, пожалуйста, что скажете. Приколуру формулу получим. Вот, есть, в каждой задаче есть три момента, как я всегда говорил. Постановка задачи, потом вот чистотехническое решение и анализ результата. Вот две первых, первое и третье, значительно важнее, чем технический момент вычисления результата. Вот результат, он пробел, он вычислен. Что теперь скажешь? Ну, можно какую-то картинку нарисовать? Нарисуй эту картинку, да. Все. Вот. Вот вместо этой картинки, что будет, да. Ну, во-первых, у нас здесь есть случай, когда Омега стремится к Омега-0, то я получаю, что я получаю. То, что К должно стремиться к бесконечности. Да, вот этот закон дисперсии можно решить относительно Омега, конечно, как Омега от К. Будет квадратное и квадратное уравнение, там, дремучее довольно. Можно написать решение, но просто написать решение, как К от Омега. Вот так, а почему вы решили, что синица пойдет туда? В смысле? Вот так, с нуля. Ну, в нуле она и есть. Ну, можно, как бы, посмотреть полностью, проанализировать. Ну, вот и давайте обрезаем эти полочки. Да оставьте эту картинку. Ну, уже картинку, вместо полно. Ну, так, ну, при Омега равном нулю, мы получаем... Мы можем взять производную, посмотреть, как бы, вырастает новую функцию, как она себя ведет. Ну, а, ну, давайте. Ну, вот сейчас еще... Это можно ладить? Конечно, можно. Можем еще одну точку, мотив, которую она тоже... К, который тоже К равен нулю. То есть при К равном нулю. Да, давайте К равен нулю. Вот К равен нулю. Вот К равен нулю. Вот здесь, вот, а вторая, когда вот это, когда Омега равно вот этому сумме Омега 0 в квадрате, то есть Омега B в квадрате корень квадрата. Ну, можно посмотреть еще асимптоты, асимптоты еще какие-нибудь. Ну, давайте, да. Какие-то наклонные, может, кто-то узнает. Окей. Ну, линей, в общем-то, допустим, проверяем. Ну, там, С. То есть когда это будет, да? Да, когда будет. Будет. Так, а чего, значит, а потом вы квадратичную учет захотите? И третьего порядка, или как? Вот вы из чего, гад, взяли линей? Да. Вот я бы взял другой. Вот вы посмотрели, допустим, при Ха-Мандужу и Омега равен. Давайте посмотрим при Больших Омега, что будет. Примерно. При Больших Омега. Что будет? Например, при Больших Омега. Или, соответственно, может отдельные Большие Омега. Да, рассмотреть. В вашем варианте напрашивается рассмотреть Большие Омега. Ну, а теперь вот осталось соединить и к дату. Ну, не за всем. Да. Вот тут уж больше одеваться действительно некуда. Теперь уж больше некуда одеваться. Вот так. Вот решение получилось. Так. Ну, можно еще, между прочим, посмотреть действительно производное вот здесь. В нуле. Вы видите, что производная здесь не совпадает с вот этой. То есть вот эта открывает, а здесь какая-то другая. это тоже можно убить. То есть это тоже можно сделать. То есть производная Омега под К в нуле. Легко со считать. Так. Ну и что скажете теперь? Что получается? Вот эта область интересная. Чем? Вот здесь нет никаких решений. Вот здесь решения есть. Здесь тоже есть. А вот это нет. Ну что, что-нибудь приговорить еще можете, нет? Откуда так произошло? Почему? Ну вот, дело в чем, что у вас при каждом значении К, то есть как нигде ни было, существуют две частоты. Вот два решения. В любом К находится два решения. Вот тогда, когда мы рассматривали проводник, то там было то. К Омега. Там вот столько, что вот здесь было написано. Там при каждом К находилось одно решение. При каждой частоте может найдется какое-то одно решение. А здесь при каждой, значит, при каждом К находятся два решения. При частотах вот здесь есть решение, нет и ответ есть. Здесь было так, что не было решения вот здесь. Так. Теперь вот эта частота поднялась в большинстве. Так. Ну что сказать. Вот это, во-первых, это поперечный вон у вас или продукт? Это поперечный. Поперечный. Вот у меня вот здесь были два уравнения написано, да? Вот. Остатки этих уравнений. Вот это для поперечных вон, а вот это для продуктных. То есть то, что вы рассматривали, это пока вот это уравнение. А это уравнение... Ну да, вот эту дилектричную потенциальность, приравняемую в нулю, получим омега в одно вот как раз вот. Это как бы аналог вот этих плазменных колебаний, которые были так, когда все свистели. И понятно, что почему частота такая. Потому что опять будет положительный вон, то, что удерживает электрон. Так. А, значит, если все электроны сместить сюда, то на них будет действовать сила света. Какая? Электростатическая сила. Вот от меня. Вот в образ плазменной частоты. А, кроме того, будет сюда стянуть положение равновесия еще упругой силы. Вот она, омега-нов. Поэтому и частота вон стала. Так что вот это колебание относительно фона всех смещенных электронов, однородные такие колебания, они просто стали посидевывать с такой частотой. Вот это протонное. Оно не есть волны. Это однородные колебания, на которые, безусловно, можно наблюдать. Существуют какие-то. Ну, а вот поперечные волны, они действительно вот такие вот. Так, почему два-то решения возникло? Нет каких-то физических соображений у вас? Почему два-то? Что? Почему там было одно решение при каждой длине волны, а здесь одна частота, а здесь две? Ти-роли у них тоже, да? Ти-роли. Ти-роли у них тоже есть, да? Ти-роли.